Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Ты мне сегодня сказал, я много работала, и я это понимаю. Когда мне было уже 38 лет, у меня уже начался климакс. Мое зрение, оно вообще поникло, я вот так вот смотрела. С кровати я вставала 15 минут. Сначала я падала на пол, у меня специальный матрас. Потом я только могла разгибаться, потому что за ночь это полностью произошло застой. Гинекология, она вообще там практически, нужно было уже вырезать и выбросить. Я уже в 33 года имела микроинфаркт. Мои легкие, они просто задыхались. Мой мочевой пузырь от переохлаждения холодных фурцелинов, он вообще был достаточно очень такой. Ну и плюс двухсторонний абцесс почек. Трамбофлебиты и так далее, и так далее, и так далее. И горло изрезанное. Этим, вы видите, я хриплю и так. Вот. Перспектива хорошая. И традиционный бизнес. Миллионы долларов. Ответственность. Бандитский Петербург. И поперла, поперла, поперла. И когда я приходила домой, и меня муж гладил, я говорю, еще и ты? Меня все имеют. Еще и ты? Сайс, налоговые пожарники. Причем за мои же деньги. Хорошенькая перспектива. Вы знаете, сейчас меня ехал, везли такси у нас с Олей, да? И я говорю таксисту, Олег его зовут. Как я, Оля, сказала? А я говорю, как у вас насчет сексуальности? Я говорю, у нас компания занимается сексуальностью. Он говорит, да в порядке, это же вообще-то сугубо интимная вещь, да? Я говорю, ну да, конечно. Как мы можем говорить об этом? В России же секса нет? Он говорит, есть, но ленимся заниматься. Правда же, да? Смотрите, женщины засмеялись, а мужчины? А потому что у женщин, только 80% женщин, 80% женщин относятся к фригидным или условно фригидным. Я могу поспорить, что в этом зале нет ни одной женщины, которая получает настоящий глубинный оргазм. А я вам скажу, настоящий глубинный оргазм, он длится более полчаса, и с себя выходит до полстакана жидкости. Нет, конечно, да че? Я буду с вами серьезно. А ведь это же жизнь. Да, в России секса нет. Мы так это... что у нас не осталось ничего. У нас осталось две вещи. Это грубая порнография и нарушение сексуальной ориентации. А где же сексуальность? Где же эротика? А нас просто не воспитывали. Вы знаете, я вам хочу сказать, это всегда было запретное, чтобы я с мамой поговорила на эту тему. Да вы что? Это я сейчас могу с сыном это говорить. Он говорит, мама, я говорю, так, он с армии пришел, я говорю, так, ему раз, пользоваться гелем интимным. Он говорит, мам, ты че, с ума сошла? Мне сколько лет-то? Я говорю, у тебя, сынок, венозный застой в малом тазу. Он говорит, мам, какой у меня венозный застой в малом тазу? Мне 21 год. Я говорю, ты в армии служил? Служил. У тебя венозный застой в малом тазу? У тебя регулярные были сексуальные отношения в армии? Нет. Я говорю, извини, сыночек, простатит, это не потому, что ты просто простыл, а потому, что у тебя не было регулярных сексуальных отношений. А я хочу иметь здоровых внуков. И я хочу их возить в Диснейлет, а не стоять под больницей. Поэтому, дорогие мужчины, если у вас нету настоящих сексуальных отношений, то вы можете себе представить, какие у вас проблемы. Вот отсюда у нас аденомы, простатиты, инсульты, инфаркты. Причем большое, большинство, 90% мужчин, именно с 40 до 50 лет, они идут по улице и падают от инсультов и инфарктов. Потому что у женщин есть еще это самое, такое, критические дни, когда они сбрасывают себя какую-то зараженную кровь, а мужчины, они всю жизнь гоняют по большому кругу. Одно и то же. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что даже если вы получаете всегда оргазм, но если у вас хоть одна женщина в ваших отношениях была, сымитировала оргазм, вы уже заражены. и я это могу доказать. Вы теперь поняли, что я во всех отношениях дотушна? И я и это узнала. Я разобралась полностью во всем. И в предыдущем проекте к нам пришел продукт. Помните, я о косметике говорю? Пришел продукт, который называется, он тогда назывался валюта. И вы знаете, я перед этим продуктом опущусь на колени. Уже через три месяца у меня была совершенно другая жизнь. Когда я получила первый пробник в Свято-Даниловском монастыре, я принесла его домой и сказала мужу, давай попробуем. Это для сексуальности. На что он сказал, а ты что, не получаешь оргазм? Он обиделся. На что я первый раз в жизни сказала, а ты меня об этом спрашивала? И тогда он тоже задумался. Вы знаете, благодаря этому тюбику мы первый раз в жизни поговорили серьезно. Первый раз в жизни. опыт у нас первый был, конечно, не очень такой хороший, потому что мы с английским вы поняли, да, я знаю только маленькое количество слов. Когда я это все прочитала, я же не понимала. дали мы дозу большую, а там присутствует ментол, и я же ему говорю, ну что ты чувствуешь? Я же должна людям рассказать. На что он сказал, ничего не чувствуешь, замерз. ментола, ну представляете, там надо было каплем и пол тюбика все как положено, для себя же обеимое. На что я ему ответила, работай, быстрей согреешься. Конечно, никакого оргазма мы с ним не получили. И людям мне нечего плоского. Но на второй день, поскольку, опять же, я подчеркиваю, незнание английского языка, я говорю, давай же пользоваться, бомб отдыхается такое добро. Я же не понимала, что там есть специальная такая заклепка, которая герметичность дала. И второй раз мы уже ничего не торопились. Я не собиралась рассказывать о том интимном своим людям. И это было совершенно другое. И он мне сказал тогда, мать, у меня мать называют его папе, мать, ты как в молодости. И вот тогда началась совершенно другая жизнь. Мы стали прислушиваться друг к другу, мы стали уважать друг друга. И если женщина охает и ахает, это не значит на самом деле. Женщины, они же все актрисы. не думайте, мужчины, что вы такие сильные. Но вы знаете, что? Четыре года назад я посмотрела статистику нашей Украины. 70% мальчиков, которые были призваны в армию, ну, многие же покупают справки, что они якобы негееспособны, и сделали специальную комиссию допризывников. И знаете, что? 70% наших пацанов в возрасте 18, 19, 20 лет на 60% с пониженным сперматогенезом. У них не будет детей. Очень большой риск. Вы можете себе представить? Наши дети. В 2001 году я прочитала очень известную статью из Евгения Бестужева-Ладов. Может быть, знаете, кто такой? Он тогда возглавлял при команде Путина отдел по развитию молодежи и социальному развитию молодежи. И они сделали, опубликовали такую статью, она мне наткнулась, я на нее, и там было прочитано «Ничего страшнее в мире молодости нет». Позитивная статья. Из 72 девочек 15-летних проверенной в московской школе только четверым гарантированы здоровые роды. Средняя продолжительность жизни нашей молодежи у нас с вами 70-80 лет, уже 60-70. У наших родителей было 80-90, у нас с вами 60-70. А у наших детей 40 лет. Климакс средний, сейчас климакс 28 лет. Через 40 лет некому будет рожать. И вот этот продукт, который выходит напрямую из Нобелевской премии, он был создан именно для этого. Чтобы ликвидировать венозный состоя малого таза и вернуть человека к настоящему, нормальному, естественному воспроизводству себе подобных. Потому что если у вас этого не происходит, или не происходит так, как должно быть, через определенный момент у вас посыпется весь организм. Весь организм. Женщина, вы слышали, что после родов происходит обновление моложения организма, да? Почему? Мы должны рожать. Мы должны рожать. А у нас один, второй, ты что, у меня денег нету. Мы эгоисты, нас двое, мы делаем одного, а те еще двое делают одного и так далее. Мы вымираем. Что мы даем своим детям? нищету, проблемы, финансовую безграмотность и море страданий. Вот этот продукт, он был создан именно для того. Уже через полгода, через три месяца я совершенно была другая. Через полгода я прошла все исследования, я поехала в очень дорогую московскую клинику. Тогда это исследования были очень дорогие и там в общем там только вход был 600 долларов. Где Наташа моя? Мать-одиночка. А то, что мать-одиночка, я напомню вам завтра. Так вот, и там только вход такой. И когда они сделали мне полное исследование, этого не может, этого не может быть. У тебя нету ни одного заболевания. В том числе 20-летней мастопатии, в том числе миомы матки и так далее. И она говорит, если бы мы не видели твои раньше снимки и кардиологию, твою и все такое прочее, никогда бы в жизни этому не поверили. Но мы все-таки дотушны. Это что, чудо-тюбик? Что же в нем такого, что такое происходит? Вы знаете основной компонент этого продукта? Аргинин. Это просто аминокислота. И все. Помните, я говорила, что на моей тумбочке лежал курага, изюм, грецкий орех и арахис. Где находится аргинин? Курага, изюм, грецкий орех и арахис. Это четыре продукта, которые больше всего насыщены аргинином. Мы тогда этого не знали. Но вы увидели. Вот это сделала. две вещи аргинин и непоколебимая вера в то, что я буду жить. У вас есть в руках это чудо? я за него платила в три раза дороже. На сегодняшний день вы имеете его практически в подарок. Кто-то говорит, я не могу себе позволить это дорого. Однажды вот так вот выступая, вышла одна девочка, которая девушка, которой было 26 лет. В 26 лет она без вспомогательных средств не ходила в туалет. У нее был поликистоз, у нее яичники практически все уже были ей, резали, 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 у нее фибромиома матки, а у дочери ацетон. Ну и мастопатия. И однажды вот так вот, когда она говорила о своих результатах, сидел очень толстый, лощеный мужик. Не, я уважаю каждого человека, вот, позвольте мне его так назвать. И он сказал, ну надо же, как ради денег можно быть каким-нибудь артистом сидеть и придумывать, стоять и придумывать такие вещи. И все это ради денег. Но он был несчастен, потому что Света это услышала. Когда кто-то из зала спросил, сколько это стоит, это стоило, по-моему, 270 евро, да, тогда. Вот. И такая дороговизнь. И в это время Света метр пятьдесят ростом, худенькая, она подошла к этому мужику, схватила его, прости, вот так вот за этот, его этот, гаврилку, приподняла и сказала, а ты знаешь, сколько стоит грудь левая, например, а ты знаешь, сколько стоит матка, а ты знаешь, сколько стоит смерть матери. Пошел вон. Знаете, иногда надо убрать паршивую овцу, потому что над этим смеяться невозможно. На этом бизнес не делает. Я естественно, что я хочу, чтобы каждый человек был здоров. Я хочу, чтобы каждый человек был богат, потому что чем богаче вы, тем вы будете получать больше удовольствия. чем больше удовольствия и эмоций будет отправляться в нашу планету, тем больше и счастливее будут наши дети. Прекратятся войны, прекратится нищета и прекратятся страдания. И если я даже в жизни помогу хоть одному человеку выйти из нищесты, значит меня Господь Бог оставил на этой земле не просто так. Он два года решал забрать меня или оставить, но оставил он меня с определенными ценностями. Вот этот продукт, за первые я с этим продуктом работаю восемь лет. За первые три года в моей группе родилось пятьдесят шесть ребятишек у абсолютно бесплодных родителей. потом я просто перестала считать. Дети до сих пор рождаются. Уже в ФИФА рождаются дети благодаря этому продукту. Я встану всегда перед этим продуктом на колени. Мою маму сожрал сахарный диабет. Вы когда-нибудь видели, когда человек сжирает сахарный диабет? не приведи господь. Она умерла 11 февраля, а продукт появился в мае месяце. У меня есть масса людей, которые благодаря этому продукту едят шоколад и все, 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 что категорически запрощено с сахарным диабетчиком, и они привели свой уровень сахара в норму. И я говорила, господи, ну почему ты мне его не дал? Я бы втирала раньше, я бы втирала маме во все места сама, лишь бы только оставаться дочечкой. Потому что, когда уходят ваши родители, вы становитесь взрослыми. Вы когда-нибудь видели, когда ваши родители умирают? А вы никогда не видели, когда ваши дети умирают? А я не хотела, чтобы мой сын увидел смерть моей врачи. Моему сыну 28 лет, его средняя продолжительность жизни 40 лет. Это что, я через 12 лет потеряю своего сына? А потом еще через 5 лет второго? Нет. Вот этот продукт, он находится у меня на всех тумбочках. И я говорю, я хочу гулять на свадьбах правнуков. И я это точно сделаю. В этом уверена? И я точно. И я доживу до свадьбы правнуков. Потому что я знаю одно невозможное. Возможно! И я безукоризненно верю, потому что это уже доказано многими годами, в целебные свойства этого продукта. Все начинается с оргазма. Вы же оттуда пришли. Вы-то зародились в оргазме. Есть альфа и омега, есть начало и конец. Хотите, так вернитесь в состояние оргазма жизненного. И все будет происходить. Все будет происходить. Поэтому когда мы были в Валерии год назад, Вадим, я, Жанна, и мы встретились с хозяевами компании мы Венди подарили наш предыдущий продукт, назывался он Волюктор, и сказали тебе, на что Венди сказал, я его знаю, хотите? И мы все втроем сказали, да. Она говорит, когда? Мы говорим, вчера. И вы знаете, компания, она говорит, но у нас же концепция это экология. Экология тела, экология здоровья, у нас есть антиоксиданты сильнейшие, у нас есть витаминные комплексы, вот, у нас есть, значит, экологический автомобиль, у нас есть экология миссия, да, топлива, экономия, вот, у нас есть экологический дом. Это тут при чем? Какая? Я говорю, а экология семьи, разве это не важно? Чистота отношений, женщины перестанут лгать, они перестанут орать. Знаете, почему женщина кричит утром? Потому что не кричала ночью. А у нас мужчины, я говорю, ты понимаешь, как важно, я там одному про 40 минут ему рассказывала, что такое имитация, что такое там венозный застой, он смотрит на меня, ничего не понимает. Я говорю, ты понимаешь, как важно, чтобы была гармония? Он говорит, да, Оля, у меня полная гармония, она не хочет, а мне и не надо. Разве это не экология семейных отношений? Когда счастлива семья, когда у нее все в порядке, когда мы счастливы, что наши дети здоровы, когда мы можем себя еще позволить называть дочечками и сыновьями, когда мы можем дать достойное место своим родителям и будущее своим детям, это ну есть в ваших руках. Кто этим пользуется? кто не пользуется? Завтра на события не приходится. В нашей компании должны быть экологические мозги и оргазм. А? Конечно, конечно, я же про это. Итак, господа, на этом мы сегодняшнюю встречу закончим. я вам хочу сказать, что завтра в 10 часов утра у нас будет с вами встреча, где я проведу вам презентацию бизнеса. Завтра мы о продукте говорить не будем вообще. Завтра мы будем говорить о деньгах. Александр, я всегда говорила, была бы курочка, сготовит и дурочка. давайте научимся зарабатывать деньги, давайте научимся дарить любимым дорогие подарки, давайте научимся отдыхать и наслаждаться. Но как ни странно, материальное оно еще не отменялось и нам нужны деньги. И завтра в 10 часов мы будем говорить о деньгах. с 10 до 11 о деньгах и с 11 до 12 вы имеете возможность задать мне любой вопрос. Только не надо спрашивать инсулин или не инсулин. Давайте будем задавать вопросы, которые касаются развития бизнеса и возможностей наших. У нас есть вебинары каждый день, где вы можете получить эти информации. Поэтому не надо зацикливаться, не превращайтесь во врачей, не надо лечить постоянно. Самое главное в жизни это оргазм и самоудовлетворение, хотя вам это не нравится, потому что нам говорили, что мастурбация это плохо, на самом деле это тренировка мышц. Это спортивный наряд. И не стыдитесь этого, потому что мужчин все равно в четыре раза меньше, на всех не достанется. А у нас многоженство пока запрещено. Поэтому есть масса людей, которые не имеют регулярных отношений, и мистик он создает мистические отношения внутри себя. Потом у нас будет перерыв с вами, и мы будем завтра работать, вы имеете возможность гостей, а их уже здесь нет, кроме Александра, да, Александр завтра будет уже партнером. Есть что ли? Ух ты. Так вот, вы имеете возможность прослушать старт школу, лидеров, старт школа, старту и действую. Мы с вами построим домик успеха. Дома строите? У кого есть частные дома? Так, будем завтра строительством заниматься. Ты строитель? Будем строить. Я построила не один дом. Я буду учить строить домик успеха. А потом, после обеда, мы уже с вами будем заниматься только как предпринимателем. У нас уже будет тренинг матрица времени. Самое дорогое в жизни это время. Да? Так вот, начнем ценить время и до завтра. Спасибо.